Юность немца Гюнтера Грасса совпала с господством нацизма в Германии. Как и многие 15-16-летние ребята, он был записан в Гитлер-Югент. В конце войны раненый Гюнтер попал в плен к американцам. Все эти события в будущем сделали центральной темой творчества этого выдающегося писателя тему нацизма и его последствий для человечества. Грасс писал о вине немцев и об ответственности немецкой нации. Его гротесково-мрачные романы «Жестяной барабан», «Кошки-мышки», «Собачьи годы» – все об этом. А также об оболванивании молодежи национал-социалистической пропагандой, об удушающей все доброе атмосфере милитаризма. За свое творчество Гюнтер Грасс был удостоен в 1999 году Нобелевской премии. Осмысление прошлого, уроки прошлого, то, о чем он писал, разве не к этому и простые люди, и власть придержащие должны быть исключительно внимательны? Грасс был очень неудобным для соотечественников писателем, но именно его часто называли «Совестью Германии». Говорят, множество литературных премий умер в возрасте 87 лет в городе Любике. Гюнтер Грасс оставил потомкам много важных слов и мудрых мыслей. И вот одна из них – «Любовь не знает времени суток, надежда не имеет конца, а вера не знает границы, только невежество ограничено пределами». Гюнтер Грасс 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 Грасс